Совместные раскопки останков древних рептилий провели сотрудники Ундровского палеонтологического музея и Саратовского государственного технического университета. Место выбора не случайно. В степных балках этого района вскрываются отложения Кампанского века, Позднемелового периода. И откопать можно поистине уникальные останки древних монстров. Наиболее интересными являются мозазавры. В основном это отдельные кости, позвонки, части конечностей, черепные иногда кости. Встречаются зубы. Кроме мозазавров встречаются морские черепахи, причем одни из самых крупных морских черепах, которые когда-либо обидали на планете Земля. Работать начали не абы где. Профессиональные палеонтологи давно вычислили, что именно тут, в Лосогорском районе, часть бассейна была мелководной. Постоянные штормы перемывали отложения и образовывали слой фосфоритов, который заполонил склоны степных балок и местами находится очень близко к поверхности. Именно в нем множество останков животных в той эпохе. Главная находка – это находка гигантской черепахи, морской черепахи протостега гигас. До этого остатки этих черепах были обнаружены только на территории современных Соединенных Штатов Америки. Это вот первая находка в европейской части России и вообще, собственно говоря, в Европе. Копали, не сдаваясь ежегодно, пять лет подряд. И в 2020-м наконец-то докопали чуть ли не до мировой сенсации. Относительно хорошо сохранившиеся кости черепа, где даже видна часть глазницы, фрагменты плеча и крупной пластины панциря черепахи. Токсономический состав фаун мозазавров на территории России и на территории США почти полностью совпадает. Это говорит как раз в пользу, так сказать, гипотезы, выдвинутой в последнее время, что мозазавры, подобно современным китообразным, совершали сезонные миграции по планете. И, видимо, мозазавры России были напрямую связаны с сообществом мозазавров США. Всего за время экспедиции удалось найти около 50 различных образцов останков древних обитателей Земли. От мозазавров и морских черепах до плезиозавров и летающих рептилий обнаружили даже позвонки и зубы акул, кости химер и других рыб. Все собранные материалы отпрепарируют, определят, систематизируют и отправляют пополнять коллекции палеонтологических музеев. Павел Петриков, Евгений Луков, Кенрепортер 73.